Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о приемах эффективного слушания. Дело в том, что в коммуникации важным умением является не только умение говорения, но и умение слушать. Причем умение слушать иногда является не менее ценным, чем умение донести свою мысль. Продемонстрировать свою заинтересованность по отношению к собеседнику мы можем невербальными и вербальными способами. Среди невербальных приемов есть поза слушающего, поза заинтересованного. Это обращенность корпуса к собеседнику и небольшой наклон головы в сторону. Такая поза говорит о том, что предмет беседы нам достаточно интересен. Также не забывайте о контакте глаз. И мы помним, что контакт глаз рекомендуется деловым, то есть деловой взгляд, либо может использоваться светский взгляд. Вторая группа приемов активного слушания это агу реакции. То есть когда мы даем сигнал нашему собеседнику, что мы во внимании и слышим ту информацию, которую он произносит. Итак, агу реакции это могут быть кивки, да и прочее. Следующая группа приемов, она уже относится к категории вербальных. Когда мы используем, например, вопрос эхо. Когда последнюю фразу собеседника мы перефразируем в качестве вопроса и таким образом даем посыл или опять говорим о том, что мы находимся в коммуникации. Либо это может быть повторение фразы, либо аналогичное воздействие приема, который связан с перефразированием. Например, если я вас правильно понял, да, иными словами, и мы повторяем смысл того, что сказал нам наш собеседник. Ну и конечно же отражение эмоций. Старайтесь отсылать фразы вашему собеседнику с той же эмоциональной окраской, с которой вы их слышите. Итак, давайте немножко потренируемся. Давайте попробуем в деловой беседе использовать невербальные способы активного слушания. То есть это может быть кивание головой, эхо, вопросы, повторение, перефразирование. Ну и не забывайте об эмоциональной окраске ваших фраз. При выполнении данного упражнения рекомендуется максимально верно возвращать интонацию. Также внимательно смотреть за реакцией собеседника и обязательно будьте естественны в своем слушании. Потому что неестественность ваших жестов, либо ваших пост, она очень хорошо считывается собеседником. Поэтому начинайте тренировать способности активного слушания с малого. Именно с тех приемов, которые являются для вас удобными и привычными. И постепенно расширяйте свой арсенал. Говоря об активном слушании, рекомендуется использовать в своей речи по большей части открытые вопросы. И максимально постараться отказаться от вопросов закрытых, насколько это возможно. По рекомендациям исследователей считается, что для сотрудников, которые работают в контактной зоне, желательно присутствие открытых вопросов примерно в объеме 90%. Итак, что такое открытый либо закрытый вопрос? Закрытый вопрос, на который мы однозначно можем услышать ответ «да» либо «нет». Таким образом, когда мы используем закрытые вопросы, нам достаточно сложно продолжать коммуникацию. Потому что мы, по сути, получили окончательный ответ. И, возможно, он отрицательный. То есть в дальнейшем продолжать коммуникацию будет как-то неестественно. Поэтому рекомендуется все-таки отказаться от закрытых вопросов и перейти к вопросам открытым. То есть которые чаще всего начинаются с таких слов, как «что», «какой», «как», «насколько» и «почему». К примеру, давайте посмотрим на фразу, которая отражена на слайде. «Вы будете сотрудничать с нашей организацией?» Понятно, что это закрытый вопрос. Если человек говорит «нет», то продолжать дальше, как я уже сказала, беседу будет достаточно проблематично. Можно переформулировать данный закрытый вопрос, используя слова, которые вы видите в нижней части слайда. Например, «когда вы планируете начать?» Второй вопрос, который вы видите на слайде, он также сформулирован в закрытом формате. Давайте попробуем его переформулировать. Итак, можно сказать, когда вам будет удобно заключить с нами договор, когда вы планируете и так далее. То есть таким образом использование открытых вопросов позволяет нам выстроить более продолжительную коммуникацию с нашим собеседником. Следующее, на что можно обратить внимание при тренировке своих навыков активного слушания, это использование альтернативных вопросов. На чем основана необходимость использования именно альтернативных вопросов? На потребности в свободе, которые изначально присущи человеку как экзистенциональная потребность. И признаком свободы является наличие выбора. Как минимум, у человека должно быть хотя бы две альтернативы. Таким образом, совершаемое действие воспринимается им как свободное. Поэтому вот эту особенность, вот эту закономерность используют при формулировке альтернативных вопросов. Иногда альтернативные вопросы мы можем использовать для того, чтобы вывести нежелательный вариант выбора уже изначально за скобки, предложив именно те варианты, которые были бы более удобными. Ну а теперь давайте попробуем потренироваться в формулировке открытых вопросов. На слайде вы видите три вопроса и попробуйте их переформулировать в открытые, используя ту информацию, которую вы услышали. Уважаемые слушатели, я думаю, что вы успешно справились с данным заданием. Благодарю вас за внимание и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok